Всем привет! С вами тестовая лаборатория Aldi Computers и я Владимир Смирнов. Сегодня у нас на тестировании бюджетный 7-дюймовый планшет от компании Lexant, не так уж и давно начавший делать свои первые шаги в данном сегменте рынка мобильных устройств. Знакомьтесь, Lexant A711. Комплект поставки. Сам планшет, кабель microUSB для зарядки и синхронизации с ПК, блок питания с выходной силой тока 1,5 А, проводная стереогарнитура и несколько буклетов с рекламой и инструкциями. Внешний вид. Задняя панель. Она выполнена из пластика soft-touch. Очень приятно на ощупь и не скользит в руке. Здесь находятся прорези внешнего динамика, камера с разрешением 2 мегапикселя. На верхнем торце расположены разъем для зарядки устройства, выход на наушники стереогарнитуру, встроенный микрофон, разъем для карточек памяти стандарта microSD, разъем для сим-карточек и кнопка включения, выключения и блокировки аппарата. На левом торце находится сдвоенная кнопка регулировки громкости. Передняя панель. Здесь расположена еще одна камера с разрешением 0,3 мегапикселя. Под ней экран с диагональю 7 дюймов и разрешением 1024 на 600 точек. А внизу или наверху речевой динамик, чтобы можно было совершать голосовые вызовы. Габариты планшета. 194 на 117 на 9,9 мм. Вес небольшой, 295 грамм. Технические характеристики. Процессор. Двуядерный Qualcomm MSM8225 с штатной тактовой частотой 1 ГГц. Видеочип Adreno 203. Оперативная память 512 мегабайт. Объем внутренней памяти 4 гигабайта, из которых пользователю доступно 2,56. Беспроводные интерфейсы. Wi-Fi BGN, Bluetooth версии 4.0, GPS 3G. Датчики. Акселерометр. Аккумулятор литий-полимерный емкостью 2800 мАч. Операционная система Android 4.0.4. Начнем с матрицы. Цветопередача вполне приличная, да и яркости хватает. А вот углы обзора хотелось бы немного побольше. Интерфейс работает достаточно быстро, но все же плавность не максимальная. Возможно, сказывается не самая свежая версия Android. Перейдем к тестированию. Для начала квадрант стандарт. А пока идет тест, расскажу о результатах тестирования, времени автономной работы. Для этого теста мы выключили все беспроводные интерфейсы, поставили яркость экрана в среднее положение и запустили фильм. В таком режиме планшет продержался более 7,5 часов. Это хороший результат для бюджетного решения. Тест завершился, и он поставил системе 2579 баллов. Графический тест NINOMARK 2. Среднее количество кадров в секунду в этом тесте составило 27,3. Следующий тест LINPACK. В водопоточном проходе устройство заработало 40 тысяч мегафлопс. В мультипоточном тесте устройство получило 60 мегафлопс. Тест Antutu Benchmark. Поставил в системе 6685 баллов. Еще один графический тестовый пакет 3DMark. Вот его результаты. Графический тест TIGI. В этом тесте среднее количество кадров в секунду составило 9,59. Подведем итоги. Судя по результатам тестов, устройства явно звезд с неба не хватает. При этом для просмотра фильмов, интернет-серфинга и ненавороченных игр его производительности вполне достаточно. В общем, добротный бюджетник. До свидания.